привет привет меня зовут наташа прогнатик живу я в канаде спасибо вам что присоединились ко мне в этой парфюмерной вакханалии всем кто со мной впервые добро пожаловать чмоки обнимашки все такое прочее в пределах доступности монитора но дело речь сейчас не об этом и речь у нас сегодня пойдет об Энди Тауэре это довольно интересный персонаж проживающий в Швейцарии все боярец он такой знаете оркестр одного инструмента или нет театр одного актера и я с ним познакомилась случайно не лично к сожалению но мне удалось еще в то время когда он высылал свои пробники в Канаду я заказала все это было довольно дешево доставка была бесплатная пришло на все в таком виде таких железных коробочках все очень красиво сделано и аромат который я выбрала для себя для покупки дальше скажу мне понравилось не все хотя я должна сказать что качество сборки у всех парфюме его по ароматах очень достойные стойкость оригинальность на 5 с плюсом но за душу меня зацепил один он мне сделал так называемый эффект вау я практически потерял сознание потом быстренько к нему пришла потом снова потерялся он пришел так повторялась довольно долго и я стала мечтать о флаконе и не флаконы он оказывается не шлет несла тогда уж тем более сейчас когда даже пробники сюда не шлет но я нашла я долго шла шла пирожок нашла и я нашла и магазин который называется этикет до этикет дот сей канадский парфюмерный сайт могу назвать его дискаунтером потому что цены там вполне себе retail но это оказалось единственным местом где я могла приобрести этот аромат и говорю я с вами о аромате который называется фото талу ла луна гордения я вообще не знала что я люблю гордению до того момента как я попробовал этот аромат он не сбил с ног и это что-то потрясающе это какая-то бальзамичность это бело цветочность он он настолько какой-то смолисто сливочный бело цветочный и в то же время не зудящий в ухе ни в одном и в другом грибов я здесь не слышу почему я об этом говорю потому что на фрагрантике очень многие поминают что пахнет он грибами прям грибная поляна опята там туда-сюда я говорю я похоже всю жизнь ела не те грибы не говоря о том чтобы их нюхать выросла в белоруссии мы без грибов и картошки вообще никуда не выходим понимаете просыпаемся грибы картошка все засыпаем точно так же но я здесь не слышу грибов вы меня хоть убейте я здесь слышу прекрасным гордению с древесной базой значит по нотам у нас здесь заявлено сейчас прочитаю один момент гордыния ваниль вверху бабы танка древесные ноты зеленые ноты жасмин роза роза в базе нет ну не базе ее слышат самый последний я здесь вообще русу слышу совсем совсем для меня это гордыня гордынина гордо в общем вы меня поняли и кстати здесь пирамидка безумно симпатичная потому что здесь гордыня фигурирует и вверху и в середине и в базе такие три цветочка очень апатичная у него абсолютно убойная стойкость вот этот аромат который переживет вас ваших ближайших родственников и ближайших родственников ближайших ваших ближайших родственников то есть вас что еще шлейфит шлейфит безумно и бездумно потому что так шлейфить но просто неприлично что еще могу рассказать какие мои ассоциации с этим с этим ароматом это какая-то зала в кремовых тонах с люстрами и сверкающими может быть даже это театр но выполнен не в красных тонах золоте а больше в пастельных тонах и в общем кругом блеск изыск и много огромных букетов белых цветов расставленных по углам в середине на талке кому как фантазия предложит так что еще могу вам рассказать о нем я и и могу я я просто не могу у меня знаете вы когда речь идет об ароматах которые которые я безумно люблю у меня пропадает все слова мой лексикон ограничивается 10 словами пожалуйста попробуйте это невероятную красотищу грибов нет он не у него нет какого он не раскрывается очень многообразно он скорее как прибили так держится и в плане стойкости и в плане раскрытия но поскольку мне то как он раскрывается в самом начале нравится безумно я не имею ничего против чтобы он таким же оставался будьте будьте как есть мы не против пожалуй все об этом аромате и я считаю для себя его открытием одним из самых больших с момента начала моей пока что не длительной парфюмерной карьеры если это можно так назвать скорее шизофрении или какой-то другой психической ненормальности вот я как на свидание смущаюсь хихикаю краснею ну потому что именно так я и веду себя когда влюблена вот я в его влюблена вот и все последствия этого прекрасного чувства пойду упшикаюсь и путем медитировать он очень подходит на мой взгляд на выход я его как-то нанесла на свою меховую жилеточку запах на жилетке держался месяц месяц это что-то невероятные в случае если аромат я не люблю то у меня это конечно выбесило и жилетку пришло бездирать а в случае с этим ароматом я вам все простила и продолжила нюхать жилетку все всех целую всех люблю пойду я попью кофейку и запишу еще кое-что из из моих запланированных видео об ароматах которые вызвали у меня полнейший поросячий восторг всех целую всех снова люблю ставьте лайки подписывайтесь я всем рада и большому количеству подписчиков и малому и даже с одним человеком я буду беседовать с тем же энтузиазмом и любовью до свидания